Доброе утро! О событиях минувшего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. Обещают быстрое и легкое обогащение, а на деле вгоняют в кредиты. Международная финансовая кампания «Пирамида» раззаряет жителей Пермского края. Массовый ночной дрифт в центре Перми в соцсетях распространяется видео, снятое на площади Карла Маркса. Реально ли наказать таких гонщиков? Среди лауреатов снятый в прикаме фильм «Сердце Пармы». В Москве вручили самую престижную российскую кинонаграду «Золотой орел». Международная пирамида раззаряет жителей Пермского края. Людям обещали быстрое и легкое обогащение, а на деле вгоняли в кредиты. В прикаме расследуется деятельность маркетинговой компании «Кнет Лимитед», которую Банк России признал финансовой пирамидой. Сюжет о том, как аферисты обводят вокруг пальца простых граждан, неоднократно демонстрировали федеральные каналы. Но пострадавших не становится меньше. Более того, организация продолжает работать и открывать филиалы по всей стране. Очередную историю надувательства, которая случилась в прикамье, выслушала Елена Яговцева. Нужно было купить определенную продукцию данной компании «Кнет», когда тебе открывают личный кабинет. Открывая личный кабинет, тебе дают доступ, как будто бы ты независимый представитель этой компании. Ты набираешь команду, также приглашаешь людей, которые точно так же открывают кабинет и приглашают своих людей, ну типа наподобие сетевого бизнеса. Полтора миллиона рублей. Столько общей сложности заплатила Елена Овчинникова и ее пожилая мама за право называться официальными представителями компании «Кнет». Пришлось набрать в банках кредитов. Представители фирмы говорили, что успешно торгуют предметами роскоши и предлагали им приобрести собственный интернет-магазин. Но сначала предстояло самим стать покупателями дорогих наручных часов и путевок в Таиланд. Затем требовалось привезти в компанию как можно больше родственников и друзей. Требовалось пригласить таких же людей, чтобы им точно так же за деньги купить товар и им так же точно открывали доступ к интернет-магазину уже своему. Нужно выписать 150 человек, с которыми ты знаком, там они как называют горячие, теплые, холодные. То есть, ну по очереди, кого ты первых пригласишь, кого ты там вторых пригласишь, чтобы у тебя была определенная база, из кого выбрать. И говорили, что лучше приглашать родственников, близких друзей, чтобы мы им помогли. На то и был расчет. Цель аферистов, чтобы клиенты вовлекали в незаконный бизнес именно близких людей, которые не пойдут в полицию с заявлением на отца, брата или друга. Представителю Кюнет качественно промывали клиентам мозги. Иногда собирали целые залы, других обрабатывали семьями или поодиночке. Аферисты были очень убедительны. Обещали новоиспеченным представителям, что те сумеют закрыть набранные в банке кредиты в кратчайший срок. Сулили баснословные заработки. Люди, которые сюда приходят, они с этого бизнеса платят кредит, который берут на открытие этого магазина. И потом они с этого бизнеса платят свои ипотеки. Ипотеки, которые берут на 30 лет, они выплачивают за два года. Это реально. Здорово? Да. Хотели бы попробовать? Да. Хотела бы попробовать. У вас вообще как кредит не страдают? У меня нормальный кредит. Нормальный кредит. Я послужила на 164 тысячи. Товар был получен? Товар не был получен. А как его нет? Миллион двести. Я послужила на 590 тысяч товара, не получила. Блин. 850 тысяч. Частично получен, частично не получен. Миллион двести банков. А это пострадавшие от пирамиды жители города Губаха. По нашим данным, здесь сотни людей приобрели несуществующие интернет-магазины. И все на кредитные деньги. Общее количество пострадавших по миру может исчисляться миллионами. Известно, что Кюнет – международная компания, зарегистрированная в Гонконге. На рынке находится больше 20 лет. В ряде стран, таких, например, как США, Канада, Индонезия и других, деятельность Кюнет признана мошенничеством. Центробанк России также увидел в организации признаки финансовой пирамиды. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время главным следственным управлением ГУМВД России по Пермскому краю проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению преступления. Что же касается купленного товара, то, как выяснилось, путевка в Таиланд стоимостью 200 тысяч рублей оказалась обычным рекламным буклетом. А швейцарские золотые часы за 180 тысяч – дешевой, позолоченной подделкой. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Сбил семью на переходе и скрылся, но от наказания не ушел. В Соликамске вынесли приговор местному жителю Никите Шанину. Напомним, вечером 29 августа прошлого года на арендованной Тойоте Королла он вылетел на пешеходный переход, не оборудованный светофором. 28-летний мужчина, управляя легковым автомобилем на трассе Соликамск-Красновишерск, сбил троих пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате автоаварии 47-летняя женщина погибла на месте. Ее 20-летнюю дочь и 53-летнего мужа с тяжелыми травмами доставили в больницу. Девушка скончалась через несколько дней. Виновник с места аварии скрылся, он бросил автомобиль в гаражном массиве и на попутках добрался до города Сочи, где жил под чужим именем. Его объявили в федеральный розыск, через месяц задержали и доставили в Соликамск. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженным с оставлением места его совершения. Нарушитель должен будет провести в местах лишения свободы 13 лет. Массовый ночной дрифт в центре Перми в соцсетях распространяется видео, снятое на площади Карла Маркса. На кадрах шесть заднеприводных представителей отечественного автопрома лихо и наверняка шумно нарезают круги по кольцу. Мнение комментаторов под роликом разделились. Одни одобрили водительское мастерство участников заезда и похвалили их за осторожность. Мол, гоняют парни по абсолютно пустому кольцу. Другие же негодовали из-за шума и потенциальной угрозы таких забав для пешеходов и других водителей. Опасения, кстати, небезосновательные, если вспомнить случай, всполошивший в соцсети две недели назад и получивший название «Мамкин дрифтер». Тогда в микрорайоне Крохолева доморощенный гонщик потерял управление над заносом и устроил ДТП. Отметим, что ГИБДД с 2016 года добивается, чтобы в административный кодекс внесли новую статью об опасном вождении. В этом случае за агрессивное поведение на дороге будут назначать штраф в 5000 рублей. Законопроект о новом штрафе пока не принят, но предусмотрены наказания за другие нарушения, которые допускают дрифтеры. Начиная от пересечения разметки штраф в 500 рублей и заканчивая выездом на встречку. Наказание до шести месяцев лишения прав. 310 ДТП зарегистрировано в Пермском крае за минувшую неделю. 8 человек погибли и 40 получили травмы. Об этом сообщают в ГИБДД. Почти 200 водителей, остановленных сотрудниками автоинспекции, за неделю не имели водительского удостоверения. Пьяными же за рулем инспектора выявили 157 водителей. Из них 117 человек попались нетрезвыми в выходные дни. В Кировском районе Перми полиция и волонтеры ищут 78-летнюю Галину Мусихину. У женщины проблемы с памятью. Пенсионерка ушла из дома днем в пятницу 27 января. Ее рост 160 сантиметров, худощавые седые волосы до плеч, зеленые глаза. Одета в темно-синее пальто, коричневую шапку, высокие черные суконные сапоги. С собой она взяла две сумочки, белую и коричневую. Информацию о ней просят сообщать в полицию по номеру 102. Потери в ходе специальной военной операции. Стало известно о гибели еще нескольких наших земляков. Это Артем Куликов, Михаил Блинов, Виталий Дударев, Максим Максимов, Алексей Астанин, Дмитрий Дерипаско, Самат Асадов, Валерий Михалев, Владимир Плюснин, Виталий Сидоров, Роман Явлоев, Геннадий Середкин, Максим Бажин, Александр Акзямов, Максим Вольский, Алексей Середа и Дмитрий Лавленцев. Все убежища на контроль. Мэрия Перми решила провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны, пишет коммерсант, и выпустила постановление, которое подписал глава города Алексей Демкин. Согласно документу, администрация Перми создает специальную комиссию, которая займется инвентаризацией. В районах Перми тоже должны быть созданы территориальные комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений. Утверждены планы проведения этих комиссий. Предупредить о проверке сооружений гражданской обороны необходимы руководители предприятий, которые являются их балансодержателями. Инвентаризацию следует провести до 25 апреля. Результаты из разных районов города должны обобщить до 10 мая и до 15 мая передать в городскую комиссию. Контролировать ход инвентаризации будет Департамент общественной безопасности. Напомним, что защитные сооружения гражданской обороны – это основа системы инженерной защиты населения. Убежища создают необходимые условия для сохранения жизни и здоровья людей не только в условиях военного времени, но и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера. Работают ли санкции? Журналист из Германии решил изучить этот вопрос и пришел к неутешительным для некоторых выводам. Одним из городов, в котором он побывал, стало Пермь – самый восточный город-миллионник на европейской части континента. Прогулявшись по нему, серьезных признаков санкционного давления журналист не обнаружил. Пермь не входит в число центральных городов, но это не маленькая деревня, это миллионник. Когда вы идете по улицам, заходите в магазин, и там есть все. Заглянув в пермские торговые точки, журналист пустых полок не увидел. Понятное дело, по некоторым позициям местные коммерсанты нашли замену. Нередко в других, дружественных странах. Так произошло, к примеру, с автозапчастями. Но при этом то, что многие наши потребители привыкли видеть европейским, таковым и остается. В барах есть немецкое пиво и бельгийское, и голландское. Не говоря уже о пенном из Чехии, Словении, Ирландии и прочих стран. Ассортимент всего, что раньше везли из Старого Света, конечно, сузился. Но при желании найти можно многое. Кремль делает все, чтобы население как можно меньше ощущало санкционное давление. Мы поднимали эту тему, находясь в Москве. Там все работает хорошо, и, что удивительно, я должен сказать, что работает и на периферии. В страну доставляют товары, которые население потребляет каждый день. Это удается ввести через серый или параллельный импорт. Это импорт, о котором производители часто и не знают. И есть страны, которые оказывают помощь. Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Китай, Турция. Журналист отметил, что Россия, похоже, научилась обходить ограничения. В стране уделяют этой теме серьезное внимание. И не первый день, а с 2014 года. Ну а Запад так и шлет нам за пакетом пакет. Против России ввели очередной пакет санкций. Но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в нашем доме. На днях Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России. Они будут действовать до 31 июля 2023 года. Наша страна сейчас мировой лидер по числу введенных против нее ограничительных мер. Их более 13 тысяч. Олег Романов, Телевизионная служба новостей. «Золотой орел» для «Сердца Пармы». Накануне в Москве вручали самую престижную российскую кинонаграду – статуэтку «Золотой орел». В число лауреатов попал и художественный фильм «Сердце Пармы», который был снят на территории Пермского края. Экспертный совет присудил ему премию в четырех номинациях. За лучшую мужскую роль второго плана отметили Евгения Миронова. Также была высоко оценена работа художника-постановщика, художника по костюмам и звукорежиссера. Напомним, кинокартина «Сердце Пармы» создана на основе одноименного романа известного писателя Алексея Иванова. Место действия – Северный Урал, Средневековье. Время, когда московское княжество расширялось, набирало вес и подчиняло себе все новые территории. «Сердце Пармы» стал самой кассовой российской картиной 2022 года, а также самым успешным проектом с момента ухода крупных голливудских студий с российского рынка. По словам режиссера Антона Мегердичева, изначально был снят пятичасовой фильм. Многое не вошло в полнометражную картину. Но эти эпизоды будут показаны в сериале «Сердце Пармы». Планируется выпустить пять серий. К юбилею города телекомпания «Рефей» запускает новый цикл программ «Герои пермского периода». Это серия сюжетов, в которых речь идет о людях, чья жизнь была связана с нашим городом и краем. О тех, кто оставил след в истории региона. Это деятели науки, искусства, спорта, военные, промышленники, строители. По месту рождения не пермяк, но пермь появилась на карте во многом благодаря этому человеку. Василий Татищев происходил из знатного обедневшего дворянского рода. Как известно, именно ему Петр I поручил поиск новых месторождений полезных ископаемых, строительства заводов. Он выбрал место для закладки Ягошихинского медиплавильного завода, а затем и Мотовилихинского. Татищев служил на Урале дважды в начале 20-х годов 18 века, а затем вернулся сюда через 10 лет. Его стараниями в нашем регионе было основано множество металлургических предприятий. Но у слуги Государева возникали серьезные конфликты с Демидовыми, династией крупных уральских заводчиков и землевладельцев. Когда Татищев тут тоже достаточно жесткую политику начал вести, действительно поступали на него в том числе и доносы, что он злоупотребляет, что нарушает права заводовладельцев. И тут оба его периода, его работы на Урале были заполнены конфликтами. Об этом противостоянии рассказывает художественный фильм Демидовы, который в 80-е годы снимали в Кунгуре, а также в Верховьях реки Чусовой. К слову, во время своей службы на Урале Василий Татищев изучил Кунгурскую ледяную пещеру. Он стал одним из первых ее исследователей, составил ее описание, объяснил карстовые явления. При заводах создавал школы для обучения детей мастеровых. Где бы ни жил Татищев, он интересовался местным фольклором, собирал песни и пословицы. В Парикамье его коллекция пополнилась большим количеством образцов народной мудрости. Главный труд Василия Татищева – история российская, над которой он работал почти два десятка лет. Он действительно был такой разносторонне образованный человек, напоминающий Ломоносова. Военный, горный инженер, географ и историк, писатель и чиновник. Основатель Перми, Екатеринбурга и Тольятти – все это Василий Татищев. История о нем – первая в цикле портретных очерков к 300-летию Перми, которые будут выходить в нашем эфире по вторникам. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь.